В Муравленко провели конкурс профессионального мастерства среди народных дружинников. За звание лучшего соревновались 8 человек. Давай, 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 последний. Давай, еще можешь, еще пару раз. Давай, давай. Давай, еще пять раз. Пять раз еще, пять раз делай. Для каждого дружинника конкурс – это возможность проверить себя и свои силы. Общественники продемонстрировали юридическую подкованность, физическую подготовку и навыки по оказанию первой помощи. Участники выкладываются по полной. Каждый этап конкурса – настоящая проверка на прочность. Очень интересный конкурс, на самом деле. У нас в городе проводится уже не первый раз. Я, по-моему, уже третий раз участвую в этом конкурсе. Проявить себя, посмотреть, на что ты способен, посмотреть на физические качества, что нужно подтянуть, что не хватает. В целом интересно. Возрождать движение дружинников в городе начали 10 лет назад. Сегодня в рядах народных правоохранителей насчитывается более 30 человек. Они участвуют в охране общественного порядка, помогают сотрудникам полиции. Лариса Чернова присоединилась к дружине в 2016 году. Она стала победителем конкурса в прошлом году и представляла город на окружном уровне. Активный народный дружинник – это прежде всего человек, который болеет душой за безопасность наших детей, так как я работаю в спортивной школе, и за порядок в общественных местах при проведении массовых мероприятий. И вот такие вот люди, которые откликаются на такие конкурсы, где идет сплочение, во-первых, коллектива. В этом году Лариса Чернова вновь подтвердила статус лучшего дружинника города. По индивидуальным показателям победителем признана Светлана Щербань. По уровню физической подготовки не было равных Илье Перминову. Александра Игнатьева дала больше всего правильных ответов на правовые вопросы. А в категории «Лучший дружинник» по оказанию первой медпомощи соперников обошла Татьяна Мамонтова. Татьяна Козырь, Ирина Бугрим, Антон Иванов. Новости Муравленко.